Давно ли вы читали сказки? Давно задавались вопросом, почему колобка съели, а красная шапочка осталась жива? Сказка — ложь, но в ней намёк. Добрым молодцам не только урок, но и терапия, которая сегодня становится всё более востребованной. Елизавета, сказка-терапевт — это такая профессия? Я не слышала раньше, как она возникла. Расскажите. Да, вы знаете, это профессия. И это направление, конечно, в психологии, но на самом деле этому методу в этом году как раз 25 лет, и в августе мы справляем праздник сказка-терапевтов. И вот возник он на берегах Невы. Профессор психологии, доктор именно психологии, сказка-терапевт Зинкевич Истегнеева Татьяна создала этот метод, потому что она считала, что чистая психология не всегда помогает человеку, и она искала способы, как же помочь человеку. Что же даёт нам понимание скрытого смысла сказок? Да, вы знаете, скрытый смысл сказок помогает нам познать жизненные ценности. Наверное, все вы знаете, раньше, в старые времена, люди передавали информацию из уста в уста, рассказывали о каких-то жизненных событиях, о жизненных ценностях человека, добре и зле рассказывали. Но в какой-то момент люди стали записывать свои рассказы, передать наследникам, детям, и много что зашифровано в сказках. К сожалению, в последнее время сказки стали вычищать, но всё равно сакральный смысл есть, и он помогает нам бессознательно познать мир, природу и многие другие процессы. Пример можете привести? Да, конечно. Очень часто мы начинаем с такой удивительной сказки, которая всем знакома. «Курочка ряба». Кто же нам её в детстве не читал? Дело в том, что там говорится о золотом яйце, и золотое яйцо – это символ жизни, сила дара. И когда ребёнку понимают, что такое золотое яйцо, он к нему относится бережно, то есть относится к жизни. Конечно, эта сказка очень длинная, поэтому мы сегодня только скажем о том, что золотое яйцо – это жизнь. Но есть ещё одна удивительная сказка, которую любят, как ни странно, не только дети, но и взрослые. И мы, сказкотерапевты, её используем в терапевтических целях. Это сказка «Колобок». Кто же не читал, не смотрел мультики этой удивительной сказки, когда «Колобок» в один прекрасный день вдруг взял и убежал. Зачем же он убежал? На самом деле он повзрослел, и пришло время самостоятельной познания жизни. Но дело в том, что в этой сказке ещё скрыто очень серьёзный код социальной выживаемости, где «Колобок», к сожалению, пел всё время одну и ту же песенку. И закончилась сказка, вы знаете, чем. «Колобок» был съеден. Так вот, если же всё-таки правильно читать эту сказку, в этой сказке такой скрытый шифр. Не пой песенку всем одинаково. Изучай мир, изучай людей, изучай, что происходит вокруг. Так что эту сказку очень любят партнёры, мужчины-бизнесмены, чтобы понимать, что же происходит в жизни и в бизнесе. Как здорово. Какие ещё проблемы помогает решить сказкотерапия? Да. Вы знаете, сказкотерапия помогает решить вопросы не только детского воспитания, коррекции. Очень важный вопрос, который сейчас в современном мире – это гентерное воспитание. Поэтому существуют сказки для мальчиков, для девочек. И оказывается, как просто, читая такие сказки, у человека в определённый момент, у подростка, не возникнет вопроса, какого же я пола. Такая беда сейчас очень мир захлестнула. Но и ещё одна в последнее время проблема – это подростки и суициды подростковые. Вот как раз у детей нет основы. Многие сказки дают возможность ребёнку приобрести основу, то есть с чего же идти стартовать в жизни. И в сказке всегда есть счастливый конец. Из любой ситуации, из любой какой-то сложившейся неприятности можно найти. Это важно. И самое главное, действительно важно – добро и зло. И когда подросток понимает, что есть добро, и курочка-ряба с его золотым яйцом, он понимает, что можно решить подростковый период. Ну а взрослые, конечно, решают свои уже личностные вопросы, которые связаны с личной жизнью, с устранением детей, мужчина и женщина, много вопросов, социальная реализация. То есть терапия для детей и взрослых отличается, так я понимаю? Отличается. Но не совсем, конечно. Дело в том, что когда у человека есть какой-то сложный вопрос, он ищет помощи. А когда человек беспомощен, он хочет побыть немножко ребенком. И поэтому через сказки он находит внутреннее успокоение, где-то утешение, где-то поддержку. И получается, что он сам находит там ресурсы. Конечно же, для взрослых еще проходим путь очищения. То есть те завалы, которые накопили, мы сказки очищаем. Но сказка на самом деле дает возможность человеку приобрести силу и решить вопросы под сказкой через третьего героя. Раз герой может, то и я смогу. У меня в жизни все получится, даже в критический момент. Здорово. Пойду читать сказки. Да, читайте сказки. Это действительно вам поможет. Мифы, легенды и сказки дают нам внутренние процессы силы. Спасибо. Спасибо. Это была Елизавета Хаустова, сказкотерапевт. В программе «Индекс успеха». И я, Леана Грибанова, главный редактор журнала «Экспат» при поддержке Докоскопия ТВ. Всего доброго. До новых встреч.